Предприятия оборонно-промышленного комплекса Алтайского края набирают обороты производства. Глава региона Виктор Томенко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев посетили ведущие из них. Включаются боковые движки, убираются траектории. И тогда она выглядит красивая, как и все ракеты. Тоненькая, изящная, с носиком. Все как надо. Анатолию Серышеву показали направление развития федерального научно-производственного центра Алтай. Его основные виды продукции – высокоэнергетические материалы, мощные взрывчатые вещества, ультрадисперсные алмазы. На модернизацию производства в этом году выделена субсидия. Также осмотрели Бийский олюмный завод. Там производят взрывчатые вещества промышленного и специального назначения. Кстати, модернизация за счет федеральной поддержки осуществляется и на СИП-прибор МАШ. На встрече также продемонстрировали последнюю разработанную модель маскировочного костюма. Она полностью отражает тепловизор, поглощает все волны. Аналоги такие же, если иностранные, стоят сотню раз дороже. Наш костюм стоит около 30 тысяч рублей. Допустим, наторский стоит 600 тысяч рублей. Такая легкая и всесезонная экипировка разработана прежде всего для снайперов и разведчиков. Подобный производят только в Москве. Случай на этой неделе был. Нам прислали сообщение из-за ленточки. У человека был костюм. Он был ранен. Всю ночь лежал ранен. Одел его. Вокруг, у кого не было костюмов, те погибли. А его никто не заметил. Утром забрали. Он был тяжелый, здоровый сейчас. Сейчас такие костюмы проходят испытания в зоне СВО. А особое внимание оборонщиков направлено на выполнение гособоронзаказа, а также выпуск гражданской продукции. Юлия Щепина. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин